Евангелие дня с Игнатием Лапкиным. С толкованием и комментариями к современникам. Евангелие от Иоанна. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить воли Его, тот узнает о себе мучение, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисея закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня? Народ сказал в ответ, Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им, Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Стихи 14-16 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Почему он пришел в половине праздника? Для того, чтобы ослабить их гнев, и чтобы они с большим прилежанием и вниманием слушали речи его, когда праздник не заграждал их слуха. Ибо в начале праздника им, естественно, было развлечься праздничной обстановкой. Когда он явился внезапно, то все вообще слушали его. И те, кои называли его добрым, и те, кои называли его обольстителем. Одни, чтобы получить какую-нибудь пользу и подивиться, другие, чтобы привязаться к нему и схватить его как обманщика. Чему он учил? Евангелист того не сказал. Но что он преподавал нечто чудесное, чем и занял их. Сие евангелист показал словами, что дивились, как он знает Писание, не учившись. Однако же, хотя дивились, злобное намерение их не изменилось. Ибо они не учению дивились, не речь принимали, но дивились, как он знает Писание, то есть недоумевали, изумлялись, что обыкновенно бывает с завидующими. Например, у кого-нибудь есть бедный сосед. Потом случится, что он неоднократно пройдет в дорогой одежде. Завистливый сосед, увидев его, говорит, как он, будучи весьма беден, оделся так богато. Откуда у него такая одежда? Говорит, так не потому, что удивляется делу, но потому, что его снидает зависть. И он к очернению соседа употребляет такие слова. Без сомнения, говорит, он украл эту одежду. Так и иудеи, как, говорят, знает Писание, Писание, без сомнения, силою Вильзевула. Хотя им лучше следовало заключить из сего, что в нем не было ничего человеческого. Но так как они не хотели признать сего, то он сам отвечает им и научает, что учение его от Отца и Бога. Моего, говорит, ничего нет. Сам от себя, вопреки Богу, я ничего не говорю. Но что принадлежит Отцу, о том я и говорю. Стихи 17-18 Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Сказав, что мое учение не мое, то есть не противное Богу, но учение Отца моего, говорит, что кто будет творить волю Божию, то есть кто освоится с добродетелью, а не будет рабом зависти, и не омрачиться напрасно ненавистью против меня, тот узнает силу слов моих. От Отца ли я говорю, или нечто чужое и противное ему? Волю же Божию творит тот, кто углубляется в Писание и пророков. Такой человек может узнать об учении Господнем, что оно от Бога. Ибо пророки изображают Господа не противником Богу и говорящим от самого себя, но говорящим и делающим все такое, что угодно Богу. Потом присоединяет и другой довод, такой, кто говорит сам от себя, то есть хочет ввести свое учение, тот не для другого чего это делает, как для того, чтобы через то приобрести себе славу. А я не желаю приобрести себе славу, но ищу славы пославшему меня. Для чего же я стану учить тому, что чуждо ему? Следовательно, я истинен, и нет во мне неправды, то есть я не присвою себе славы, принадлежащей другому, что было бы несправедливо. Посему учение мое имеет вместе и истину, и правду. Оно не от чистолюбия проистекает, чтобы ему быть ложным и несправедливым. Ибо чистолюбец и лжет, говоря о себе то, что превышает его достоинства, и неправду творит, присвояя себе славу чужую и нисколько ему непринадлежащую. Но Господь ищет славы Отцу и ничего не приписывает самому себе. Очевидно, Он истинен и праведен. Неоднократно мы уже говорили, и теперь скажем, что когда Господь говорит о себе нечто уничиженное, не нужно думать, что Он говорит так потому, что будто Он ниже Отца по естеству Своему. Но для того Он так говорит, чтобы не сочли Его противником Богу, и снисхождение к слабости слушателей своих, потому что Он облегся плотью, и для того, чтобы нас научить смирению, чтобы мы не говорили о самих себе ничего великого. Когда же Господь говорит высокой и о Своей славе, то мы должны веровать, что Он говорит о Себе так возвышенно, по величию своего естества, потому что Он по существу равен Отцу. По-видимому, настоящие слова Господа не имеют никакой связи с прежде сказанными. Но когда мы всмотримся ближе, они находятся в тесной связи. Его обвиняют в том, что Он нарушает субботу и преступает закон. Он противопоставляет Ему то, что скорее они преступники закона. Закон говорит не уби, а вы ищете убить меня. Значит, вы преступники закона, а не я. Итак, вы сами себе позволяете творить неправду, а меня обвиняете в преступлении закона за то, что я в субботу исцелил человека. Господь сказал, никто из вас не поступает по закону, потому что убить его искали все, с которыми он вел речь. Смотри, с какой крутостью он говорит с ними. А они, напротив, с обидной дерзостью говорят «без в тебе». Они так дерзки, потому что думали поразить его и устрашить. Хотя Христос Сам, Господь Моисея и виновник закона, но, уступая слабости и бесчувственности иудеев, говорит, что закон дан Моисеем. Ибо они не могли бы спокойно выслушать, что закон дан не Моисеем, а им, владыкою Моисея, и Господом. Стихи 21-24 Иисус, продолжая речь, сказал им «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу, не судите по наружности, но судите судом праведным». Что иудеи напрасно востают против Господа, он доказывает и есть следующим омозаключением. «Я одно дело совершил в субботу, исцелил расслабленного, и из-за этого вы все дивитесь, то есть смущаетесь, поднимаете тревогу. Между тем сам Моисей, этот законодатель, нарушил субботу, когда повелел, чтобы всякая душа, человек, обрезывалась в восьмой день». Смотрим Левит, главу 12, стих 3. «Ибо часто случалось, что восьмой день, в который необходимо было обрезываться, приходился в субботу. Посему для обрезания самим Моисеем суббота была нарушаема, и день субботний немало не возбраняет человеку обрезываться. Хотя бы восьмой день случился в субботу, закон о покое субботнем оставляется, чтобы не был нарушен закон об обрезании. Если это так, то для чего вы на меня негодуете и гневаетесь за то, что я в субботу исцелил всего человека? «Хотя обрезание было не от Моисея, но от отцов, однако же оно, бывшее не от Моисея, нарушало закон о субботе, данный Моисеем. И в субботу не возбраняется обрезание, которое причиняет боль. А вы меня порицаете за то, что я освободил человека от болезни и сделал здоровым». «Не судите по наружности, то есть судите правильно и нелицеприятно. Моисея, нарушающего субботу обрезанием, вы освобождаете от порицания, а меня, нарушившего субботу через благодеяние человеку, вы осуждаете. Освобождать Моисея от порицания и за уважение к его достоинству и осуждать меня, который по виду бесславен, это явное лицеприятие». Стихи 25-27. «Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Непросто и ненапрасно прибавлено некоторые из Иерусалимлян. Но для того, чтобы показать, что все те, которые преимущественно, предпрочем, удостоились великих чудес, более достойны сожаления. Ибо как ни жалки они, когда видели высокое знамение его божества, и однако же еще допускают неправду в суде о нем. Если бы они хотели, они увидели бы великое знамение и в том, что он смело говорит посреди врагов своих, и однако же ничего от них не терпел. Но они не хотели узнать всем знамение и силу его. Они недоумевают, не удостоверились ли начальники, что он поистине Христос. И на этой мысли не останавливаются, но делают такое заключение. Откуда Христос придет, того никто не знает. Но откуда сей мы знаем, значит, это не Христос. Но смотри, как злоба сама себе противоречит. Начальники их, когда спрашивал их Ирод, говорят, что Христос рождается в Дифлееме Иудейском. Смотрим Евангелие от Матфея. А они говорят, что никто не знает, откуда Христос. Видишь ли, противоречие. И опять в другом месте говорят, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, но откуда сей, не знаем. Смотрим далее Евангелие от Иоанна. Видишь ли, как неистовы говорящие. Знаем и не знаем. Есть ли что подобное сему неистовству? Но они имели в виду одно, чтобы не веровать. Посему, когда для них было полезно, они говорили, знаем. А когда было невыгодно, утверждали, что не знаем. И так противоречие вытекает от злобы их. И Моис просит, на каком основании говорят они, что никто не будет знать о Христе, откуда Он? Ибо если бы они не имели какого-нибудь свидетельства в Писании или твердого предания, они не говорили бы так явно, вопреки книжникам, которые ясно сказали Ироду, что Христос рождается в Вифлееме Иудейском, и тем, которые в другом месте говорят, что Христос придет исселение Вифлеема. Что же отвечать? Те и другие говорили так на основании пророков. Те, куи говорили, что Христос рождается в Вифлееме, и что Он исселение Давидова, очевидно, как и Матфей замечает, имели в основании свидетельства пророка Михея, говорившего, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ Мой Израиля. И те, которые говорили, что никто не знает, откуда придет Христос, основывали свою мысль также на свидетельстве пророков. Сам же Михей говорит, что исходы Его от начала одни века, чем ясно означается неизвестность исхода или рождения Его. Ибо того, кто имел исходы от начала и одней века, никто из людей не может знать. Люди во времени, а Он одней века и от начала. Как же временный, познает вечное. Исайя также говорит, род же Его, кто изъяснит. Основываясь на сем, они и говорили, что о Христе никто не знает, откуда Он, ибо они не понимали, что Господь Иисус двух естеств и что откуда Он по плотскому рождению от Девы именно из Вифлеема это было известно. А о бестелесном и несказанном рождении Его от Отца прежде всех веков говорится, что рождение Его выше всякого изъяснения. Итак, Иерусалим-Ленисии говорят о плотском рождении и говорят, что знают, откуда Он, о предвечном рождении, по которому никто не знает Христа, откуда Он, не говорят. Посему, не зная, что Он двух естеств и по одному известен, а по другому нет, говорят, что Он не Христос. Стихи 28-29. Тогда Иисус возгласил в храме уча и говоря, «И знаете Меня, и знаете, откуда Я? И я пришел не сам от Тебя, но истинен, пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что я от Него, и Он послал Меня». Так как они говорили, что они знают сего, откуда Он, не сыной какой целью, а чтобы показать, что Он от земли и сын древоделателя, посему Он возводит их к небу, говоря, «Вы и знаете Меня, и знаете, откуда Я?» То есть, хотя вы по злобе своей и скрываете, однако же знаете, что Я с неба. Ибо если Отец Мой оттуда, очевидно, что и Я сам оттуда, и что Я послан от того, кто истинен, ибо истинный не захотел бы послать обманщика и лжеца. «Но вы не знаете пославшего Меня, не признаете Его делами своими, ибо и в знании бывает незнание, как говорит апостол Павел, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Смотрим послание к Титу, святого апостола Павла, главу 1, стих 16. «И вы, иудеи, не знаете Отца Моего по причине злых дел ваших и по весьма злому намерению, а Я знаю Его, ибо знать Его Мне не препятствует ни злое намерение, ни противные Ему дела. Я от Него, то есть из Него, ни от иной сущности, ни чужой Ему, и Он послал Меня». Здесь ясно указывается два естества во Христе. Словами «Я от Него» существо божеское, а словами «И Он послал Меня» человеческое. «Ибо Сын Божий называется посланником, как и рабом Божиим, по человечеству». Стихи 30-31. «И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?» Евангелист, показывая, что они невидимо были удерживаемы, и что Он пострадал добровольно, говорит, что искали схватить Его, и однако ж никто не наложил на Него руку. Еще не пришел час Его. Сие сказано не потому, будто Он подлежит условиям времени, но потому, что Он все творит в удобное и приличное время и час. Когда Он счел благовременным пострадать, то есть пришло приличное и удобное время, тогда Он и предал Себя распинателям. Ибо Он все творит и строит во времена приличные и удобные. В свое время нужно было дать закон, свое время для пророков и Евангелия. Итак, наименование часа указывает на особенную мудрость и промышление Спасителя. Многие же уверовали в Него, говоря, «Неужели Христос сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Они говорят о вине в Канне, о сыне царедворца, о расслабленном, о хлебах и вообще обо всех других знамених, о которых за множеством евангелисты не упомянули поименно. Впрочем, если и слышишь, что многие уверовали, то вера их не была вера истины, но такая, какая свойственна простому народу, легко переменяющему свои мысли. Христос воскресе, Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе